Управление транспорта и организации дорожного движения совместно с административно-пассажирской инспекцией и сотрудниками линейного отдела полиции провели в Люберцах рейд, направленный на снижение травматизма на железной дороге. За время проверки пресечено более 20 нарушений перехода путей в неположенном месте. Здесь за месяц было три травмирования. Три травмирования? Это есть проблема, они сами не внимательны. Я понимаю просто вас, информируя о том, что здесь опасная зона. Пока сотрудник линейного отдела проводит профилактическую беседу и напоминает об ответственности, вдоль железнодорожных путей ходят люди, многие в наушниках, поэтому звуковые сигналы проезжающих мимо электричек не слышат. За прошедшие четыре месяца здесь имелось два случая смертельного травмирования. Связано они прежде всего с тем, что, как видим, неподалеку находится платформа Ухтомская, которая оснащена надземным пешеходным переходом. Но люди пренебрегают своей безопасностью, либо прыгают с платформы, либо забираются на операционную платформу и не обращают внимания на подходящий к платформе поезд. Некоторые ходят этой дорогой не первый год. Сломанные ограждения железнодорожных путей работники РЖД восстанавливают еженедельно. Но местные жители менять привычный маршрут не хотят. В селении проводим режимы ограждения, но так как участки, в основном, где проходят народные тропы, они проходимые, люди это не останавливают, систематически вмешиваются в работу железнодорожного транспорта и наше ограждение ломают. За нарушение правил перехода железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере 100 рублей. Такая сумма по карману вряд ли ударит. А вот печальная статистика в округе продолжает расти. С начала года 9 человек за свою невнимательность на железной дороге заплатили жизнью. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.